Так, здравствуйте, любимые. Здравствуйте, присоединяйтесь. Для тех, кто забыл, как меня зовут, меня зовут Юля Хадарцева. Я психолог-растановщик. Пришла с вами поболтать, поотвечать на ваши вопросы. Делали опросник, я не знаю, вы увидели его или нет, но сейчас я прям посмотрю. Здравствуйте, здравствуйте. Вышла поболтать с вами, можно любые вопросы задавать. Люблю до неба, я вас тоже люблю до неба, и даже больше, чем небо. Все выше, да, давайте поотвечаю на ваши вопросы. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, господи, вы ведь соскучились, я тоже по вам соскучилась. Пишут мне, привет, накуренная красотка. С условием того, что в жизни никогда ничего не курила. И с условием того, что я же ваше отражение. Вот, ну давайте, закидывайте вопросиками. Сейчас напишу команде. Здравствуйте, здравствуйте, любимые. О, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Давайте, вопросы у вас какие-то есть ко мне, давайте поболтаем. Здравствуйте, можно ли выйти из кармических отношений? Конечно, можно. Расстановки вам в помощь. Ну, на самом деле, смотрите, любая история, там та же самая кармическая, да, если там есть заряд, то наверняка в каждом заряде есть возможность к росту. Поэтому, ну, первое, чтобы выйти из кармических отношений, нужно, ну, как минимум, их поблагодарить, что они пришли. И дают вам возможность увидеть что-то новое и как-то это проработать и выйти на новый уровень. Поэтому первое, что мы делаем, благодарим, с любовью, идем туда, в эту карму, смотрим, что там было, ну, и растождествляемся. В принципе, мы так делаем в расстановках. Юля, как быть со своей инопланетной частью, любить ее? У нас там чат образовался нечаянно про инопланетян, и здесь задача, я писала там вчера очень много про то, что с ней делать. Ну, так вот на эфире скажу, принимать ее, потому что в ней огромный ресурс, огромная энергия, принимать, любить, ну, и адаптироваться к жизни на планете Земля, принимать ее. А для этого нужно, как минимум, тело свое физическое принимать и дуальность мира. Вот, сейчас я, две секундочки. Так, как понять предназначение? Ну, смотрите, первое, что вы должны понять, что предназначение, вот кто был на расстановке, у нас была недавно миссия, вот кто на ней был, мы очень глубоко с этим работали. Все, кстати, тематические расстановки, которые у нас проводятся, их, кстати, можно приобрести в записи. Поэтому я действительно вам рекомендую приобрести расстановку, моя миссия, вот, которая у нас была недавно в записи, и посмотреть. Достаточно глубоко мы с ней работали. Ну, и, знаете, вы когда попадете в миссию, когда вы перестанете циклиться на, ну, глобально таких человеческих потребностях. Да, миссия первична, а потом уже приходят на эту миссию деньги. И здесь важно понимать, что когда мы начинаем разбираться с миссией, очень важно понимать, что ты обладаешь какой-то уникальной энергией, которая нужна миру. Ты пришел в этот мир не просто так, ты пришел поделиться своей уникальной энергией. И задача миссии, ну, в первую очередь, отдавать. Причем отдавать не с точки зрения конкуренции, да, а с точки зрения того, что даже через тебя люди отдают. Вот то, что мы обсуждали на тематической расстановке миссия, что иногда, когда ты, например, работаешь риэлтором, ты помогаешь огромному количеству людей приобрести, ну, найти дом, да, и начать в этом доме жить. И когда семьи включают в этих домах свет, ты к этому тоже причастен. Даже если ты дом не строил, даже если ты там не делал ремонт, ты довел человека до этого дома. И в этом тоже миссия. И когда мы фокусируемся на этом, мы тогда и в масштаб идем, понимаете, и идем в состояние, где мы кайфуем от жизни. То есть видеть в каждой деятельности возможность каким-то образом улучшить жизнь людей. И это не обязательно быть там условно расстановщиком и помогать там людям, да. Иногда, там, не знаю, работая в строительной компании и строя дома, ты людям даешь в разы больше, да. Там, если ты там построил или был причастен к постройке, там, не знаю, тысячи квартир, то ты тысячам людей одновременно дал место, где жить. То есть вот когда вот на миссию вот так смотреть в таком разрезе, тогда у вас и масштаб, и возможности, и, соответственно, такие вот вещи. Вот посмотрите на свою миссию именно с такого разряда, как, где вы можете давать больше. И глобально это не всегда, знаете, стать директором, не знаю, бензозаправочной станции. А может быть, реально я могу быть на второй, третьей роли в какой-то крупной компании и действительно давать намного больше. Как будет проходить чакровый марафон? Будут ли прямые эфиры с вами? Ну, давайте про чакровый марафон тоже сразу скажу. Он стартует завтра. Если кто смотрел сторисы, я действительно приняла решение давать его в последний раз. Этот марафон, ну, по крайней мере, в том формате, в котором он идет сейчас, это единственный марафон, где у меня будут прямые эфиры. То есть это будет семь прямых эфиров, там, где-то раз в два дня, ну, в среднем, там, будем смотреть по группе, как мы проходим. Я буду давать всю информацию по каждой чакре, буду давать информацию из всех своих знаний, которые у меня есть. Знаний у меня по чакрам достаточно много. Я, в принципе, ну, вы сами видите, владею умением работать с энергиями, работаю с этими энергиями с разных источников. Я космоэнергет, и причем космоэнергет с включенными каналами, есть космоэнергет, который работает с этими каналами. Я, опять же, в институте магии, кто был на мастер-майде магии, мы говорили о том, что магия – это просто умение работать с энергиями. Там мы тоже работаем со всеми этими чакрами, например, магия, там, третья каста, это чакра Манипура, например, да, магия второй касты. Это так называемые торговцы, это чакра Сватхистана и прочее, прочее, прочее. Вот, так, сейчас я посмотрю. С гражданским мужем и 19 лет, ребенок. Предложение сделал два года назад, но до свадьбы не дошло. Сейчас кризис в отношениях, куда копать? Ну, если посмотреть с точки зрения чакр, раз мы сегодня уже про чакры, то копайте в чакру Манипура. Почему? Потому что, смотрите, любое отношение, ну, так же, как и, в принципе, любое развитие проходит по чакрам, да, и там, в первой чакре мы в отношениях начинаем строить отношения, да, то есть первая чакра отвечает за жизнь, и в отношениях мы начинаем жить, да, отношения начинают жить. И вторая чакра – это мы начинаем наслаждаться этим. И вот как раз-таки третья чакра отвечает у нас как раз-таки за так называемую власть, да, за так называемые границы. И вот когда у нас третья чакра прокаченная, там нам делают предложение. А если человек там туда-сюда и предложение не делает, надо смотреть, что у меня с границами, что у меня с третьей чакрой. Потому что именно третья чакра говорит, ну, со мной так нельзя, у меня есть границы, у меня есть моё пространство, и в моих границах вот так. Это как раз-таки, вот это вот, знаете, такая энергия, она немножко такая твёрдая, она про то, когда со мной по-другому нельзя, не отдам моё. Это моё, когда достаточно просто взгляда, когда у тебя чакра прокачена, и ты держишь вот это своё умение держать поле, умение держать пространство. Это про это. Так, я сейчас посмотрю, какие вопросы накидали в сторисах. Где поле сильнее, на расстановках онлайн или оффлайн? Ну, смотрите, чем отличается оффлайн от онлайна? В первую очередь тем, что на оффлайне вы физическое тело можете тоже проработать. То есть, например, там, папа, мама вас могут обнять, да, заместитель. Ваше прошлое кармическое воплощение вам может там благословение дать, подойти, обнять. То есть, на онлайне мы это делаем в зуме, и вам там просто оно говорит, и даёт там какие-то напутствия, там, пап, мама, что-то говорят, соединяются и прочее. С точки зрения нейронной системы без разницы, да, нейроны так или иначе простроятся, и результат, в принципе, будет тот же самый. Но с точки зрения физического тела, когда вы на оффлайне, конечно же, именно телесная история прорабатывается лучше. А с точки зрения энергетики здесь глобально большой разницы нет. Почему? Потому что энергия у нас, она состоит, опять же, из чакр, и она расходится до бескрайних простор. То есть, если вот сейчас, например, мы подумаем о каком-нибудь, не знаю, друге или молодом человеке где-нибудь во Франции, то энергетически энергия туда уходит, да, потому что мы говорим всегда, где внимание, там и энергия. Есть такое понятие, мы тоже будем на чатровом марафоне говорить про точку сборки, где находится ваша точка сборки, там, соответственно, и ваша энергия. Где находится точка сборки, там вы и находитесь. Например, да, вот у нас есть точка сборки в идеале, когда она у нас находится в моменте здесь и сейчас, и вот здесь, на четвертой чакре, в любви. Это вот это состояние, когда я всех люблю, когда я нахожусь в потоке, когда я нахожусь в состоянии принятия того, что есть. Ну, это идеальное состояние, но очень часто у нас случается так, что мы думаем о прошлом, тогда у нас точка сборки уходит в прошлое, а если мы думаем о прошлом и еще, там, не знаю, об умершем, там, братья, папе или соседи, то мы думаем мало того, что о прошлом, еще сидим в первой чакре в прошлом, в так называемой некрофильной энергии, то есть наша точка сборки смещается в прошлое, еще и в смерть, ну, грубо говоря. Поэтому, если мы часто очень думаем о прошлом, которое уже умерло, мы свою точку сборки всегда опускаем вниз, и мы там выжить не можем, да, вот эта чакра Муладхара как раз-таки начинает говорить, вот мы не выживем и прочее, вот это депрессивное состояние, оно оттуда. Бывает так, что мы часто думаем о будущем, наша точка сборки, она уходит в будущее, вот отследите свои мысли, о чем вы регулярно думаете, и многие говорят об этом, я тоже вам регулярно говорю, пожалуйста, старайтесь жить здесь и сейчас, быть сейчас в моменте. Вот даже сейчас, когда вы смотрите эфир, будьте в моменте здесь и сейчас, а не думайте о будущем, не думайте о прошлом, есть только время здесь и сейчас, это вот эта точка сборки на уровне сердечной чакры, она как раз-таки сюда и приходит. Какая цена марафона, меня спрашивают, сейчас я отвечу, две секундочки, я, честно говоря, даже не помню. Общий чат стоит 9800 с поддержкой наших кураторов, с поддержкой моей команды, это стоит 17 тысяч рублей, и с моей личной поддержкой, это стоит 150 тысяч рублей, да, вообще 9800. Более того, мы, когда делали розыгрыш, там, девочки, делали, надо было поделиться, и можно было выиграть, и всем, кто поделился, мы дали первый день марафона в подарок, то есть завтра в 17, в 16 или в 17.00, не помню, во сколько. Сейчас, девочки мои, напишут, девочки, напишите в 17, по-моему, 00, у нас будет первый эфир марафона чакровая перезагрузка, и те, кто делал репост, пойдут на первый эфир бесплатно, да, если захотят, потом останутся. И даже больше вам скажу сегодня, кто на эфире, и кто поделится этим эфиром, мы вам тоже дадим доступ к первому дню марафона бесплатно, я вам там расскажу про чакры, и дам задание по первой базовой чакре Мулатхары, которая отвечает за желание жить. Поэтому делитесь этим эфиром, и получайте доступ к марафону на первый день, вот, в 16.00, завтра первый эфир, вот, завтра на первом эфире в 16.00 мы с вами встречаемся. Вот, дальше давайте я посмотрю вопросы. Так, расскажите про обучение, где были, что такое, где были, я обучаю, раз, у Тальписа тоже есть точка сборки, но точка сборки, да, я у Тальписа тоже в свое время училась, то есть точка сборки – это то состояние, где вы находитесь, да, точка сборки – это очень принятое, признанное понятие во всех энергетических структурах, вот, в институте магии, например, ну, везде. Точка сборки – это точка, где ваша чакровая система сейчас находится, да, где вы сейчас, куда она перемещается, как она двигается, вот. Вот, вы очень красивая, да, я вас благодарю, вы тоже наверняка, раз вы во мне это видите, но я очень вам рекомендую поставить свою фотографию на аватарку. Вообще все люди, у кого нет аватарок на фотографии, у вас там есть базовое непринятие самих себя, поэтому у меня есть марафон, который называется «Люблю себя», не знаю, когда он будет следующий, посмотрите, и там у меня есть одно из первых заданий – поставить везде свои аватарки и вообще на заставку телефона поставить себя и любоваться каждый день, любить себя и ставить свои фотографии, да, потому что, когда вы их не ставите, вы не до конца принимаете себя. Если мы до конца себя не принимаем, мы как бы не принимаем своих родителей, понятно, ну, и там дальше, да, родовую систему, кармическую систему и прочее, прочее. Дальше давайте посмотрим вопросики. Что скажете про баню? Рассказала про баню. Баня у нас будет на чистый четверг, по-моему, какого-то апреля, 13 апреля, по-моему. В баню мы ходим компаниями небольшими, там не более, по-моему, шести человек, болтаем, паримся, делаем расстановки, делаем рапе, вот, поэтому, пожалуйста, в баню записывайтесь. Я еще поставила индивидуальную баню, если вы хотите сходить прям таким маленьким коллективом, там три человека максимум индивидуально со мной, там мы можем подобрать под вас в любое время. 14 февраля, в день влюбленных, начинается «Люблю себя», ну да, это на самом деле прекрасная дата, поэтому можно залюбить себя и подарить себе марафон «Люблю себя». Дальше давайте посмотрим. Так, расскажите про заместителей, это кто? Я новичок. Господи, смотрите, так или иначе, в любой расстановке есть заказчик и заместитель, ну, кроме индивидуальных, вот, и заместители, когда приходят, их из поля выбирают и всегда выбирают не просто так, никогда не бывает чужих расстановок, когда вы приходите даже с заместителями, вы очень многое прорабатываете. У нас, по-моему, 20-22, в следующую пятницу у нас будет выездной уикенд, три дня расстановок, там местных заказчиков уже давно нет, есть места на заместителе, это три дня мощных проработок в этом поле, очень вам рекомендую попасть и достаточно серьезно прорабатываться. Я так вам скажу, после выездных, вот таких трехдневных, жизнь уже точно меняется, и вы действительно проходите прям в другой уровень. Благодарю тебя за твой вклад в меня, о кундалини, выездной РАПе, сентябрь 2020-го. Обнимаю, да, пожалуйста. Как я всегда говорю, для меня самые ваши лучшие отзывы, это ваши конкретные результаты, потому что мы очень часто, знаете, начинаем топать в этих трансформациях, сейчас действительно много разного обучения, но важно, очень важно говорить, что конкретно с вами произошло, что конкретно изменилось в вашей жизни. И для этого я вам рекомендую, у меня есть такая заметка, в заметках у меня есть понятие такое, дневник побед, я туда всегда пишу конкретные результаты, да, конкретный финанс, который я получила, там, не знаю, конкретный вес, конкретные встречи, что конкретно случилось. Заместитель тоже много очень прорабатывает, да. Мама набрала кредитов на большую сумму, теперь не может выплачивать, ничего не сказала, стоит помогать, мне сейчас очень тяжело финансово, благодарю. Нет, не стоит. Маме помогать вообще не стоит, вы ей не мать, вы ей не мать. Юля, заложенность 24 на 7. Что такое заложенность, я не понимаю. Не понимаю, заложенность, это что значит, заложенность носа или заложенность чего? Можно пояснить, не понимаю, что это значит. Так, Юлечка, расскажите про чат инопланетян. Я пока ничего про него сказать не могу, я его сделала в потоке. У нас там какое-то такое пока, я там особо ничего не выкладываю, ну как не выкладываю, я там просто общаюсь. Мы сделали просто чат, для того, чтобы все общались, все делились и прочее, прочее. Как выйти на другой уровень жизни? Ну, для того, чтобы выйти на другой уровень жизни, нужно идти, да, трансформироваться. И вот я вчера такую классную картинку тоже выкладывала и в Телеграм-канале, и здесь в Инстаграме, о том, что когда ты оказываешься на вершине чего-то, ты автоматически попадаешь на дно нового уровня. То есть просто важно понимать, что наша задача постоянно выходить на новый уровень, постоянно себя трансформировать, проходить в это. Но опять же, делать это достаточно экологично. И ни в коем случае себя не ругать при этом, да, потому что трансформации идут, не нужно оставить какой-то эталон, а просто двигаться, двигаться, двигаться. И самое главное, что мы не умеем с вами делать, это замечать те изменения, которые у вас действительно случились, реально их замечать. Да, вот там вспомните себя полгода назад, как вы изменились за это время. Вот эта вот история, она избитая, и многие её говорят, не нужно становиться лучше кого-то. Становитесь каждый день немного лучше, чем вы есть сегодня. Немного, не надо тоже делать там серьёзные квантовые скачки. Постепенно двигайтесь с любовью к себе. Что значит, когда попала на большую сумму денег, попала на мошенников, перевела полтора миллиона, взяла кредит, тебе плачу и плачу. А, теперь плачу и плачу. Ну, давайте так, мошенники – это, во-первых, детская позиция. Когда вы находитесь в детской позиции, тогда вы можете попасть на мошенников. Да, то есть вдруг, если у вас возникает история с мошенниками, задайте себе вопрос, где я нахожусь в детской доверительной позиции. История с мошенниками очень сильно связана с энергией абьюза. Ну, то есть если взять просто энергетические, убрать личностные темы, энергетический мошенник – это тиран, который к вам пришёл и отобрал вашу энергию. То есть надо посмотреть, где у вас есть заряды абьюза в вашем поле, в личностном уровне, в родительском, в родовом, в кармическом и далее. И просто их почистить. Почему? Потому что любая история, где у вас кто-то пришёл, что-то взял, украл, отмошенничал, там по-любому энергия абьюза. Энергия абьюза – жертва всегда в детской позиции. Поэтому марафон абьюз вам в помощь, реально проходите его. Я, кстати, с темой мошенников сама очень много сталкивалась. Но у меня вообще тема абьюза была сильная. И вот у меня в детстве была тема, когда у нас реально вскрыли квартиру, из неё всё вынесли. Да, я раз за разом попадала в этот повторяющийся сценарий. После того, как я написала марафон абьюз, то, что я замечаю в своей жизни, у меня практически тема с мошенниками ушла. А так-то я сама, знаете, у меня то карточки вскроют, то деньги куда-нибудь туда переведу и прочее, прочее. Как стать на своё место в родовой системе? Ну, первое, что нужно сделать, всё начинается с родителей. И первое, что нужно сделать, это понять, что вы маленькие, а родители большие. Вы маленькие, а родовая система большая. Вы маленькие, а кармическая система большая. Поэтому вот здесь это очень важно первично. Ну и дальше работать, на расстановке приходите, будем с вами это работать. Юля, в голубом для усиления пятой чакры? Ну, наверное, в том числе. Ну, у меня вообще патая чакра самая, с одной стороны, мощная, с другой стороны, самая трансформационная, через которую мне нужно проходить. И вот я на марафоне чакровой перезагрузки, когда мы будем работать с чакрой вишутха, она находится вот здесь, в еремной ямке. И там, где шестой, седьмой позвоночник сзади, у нас чакры работают вот так вот. Они у нас не работают, условно, только вперёд. Чакра, чакровое поле, оно там бесконечно. Вот, и поэтому, если мы говорим про вишутху, например, пятую чакру, она у нас блокируется с самого детства. То есть, например, когда мама там вставляла нам соску, когда мы плакали, что-то требовали, нам давали соску, сиську, булку, что там, хлебушек, бесконечное желание заесть что-то. Это вот всё тоже чакра вишутха. И чакра вишутха, она отвечает ещё за умение заявлять о себе, умение двигаться, умение говорить. Чакра вишутха – это первая чакра, которая тотально отвечает за миссию. И, конечно же, нам очень-очень важно с ней работать. Здравствуйте, Юля. Как вообще обучение? Прекрасно я прошла обучение. Вот как раз Ярослав присоединился. Ярослав как раз-таки с обучением. Глубоко, трансформационно, ну и глобально, как я всегда говорю, что конкретно изменилось в вашей жизни. Я вот люблю приезжать с обучений и смотреть, как меняется жизнь. Я так скажу, я вижу уже конкретные изменения в своей жизни. И тогда для меня обучение проходит круто. А так в целом у меня тут эти болячки, мозоли на руках после обучения. В целом очень мощно. Я рекомендую. Я была у Хоффмана. Очень глубокая тема по проработке родителей. Рекомендую в том числе. Юль, подскажите, пожалуйста, стоит ли открывать сердечную чакру? Конечно, стоит. Все чакры стоит открывать. Вообще в идеальном состоянии, когда у нас все семь чакр работают, когда они нам дают энергию. Почему? Потому что первая чакра отвечает за жизнь, вторая отвечает за наслаждение, удовольствие, кайф, оргазм. Третья отвечает за деньги, за материализацию, за квартиры, дачи, яхты, самолеты. Четвертая отвечает за любовь. Пятая, шестая, седьмая отвечают глобально за миссию. Пятая за умение говорить, заявлять о себе. Шестая за виденье. Седьмая за соединение с Богом. Это если быстро. И вот мы, когда будем с вами на чакровом марафоне, мы будем постепенно каждую из этих чакр прокачивать, прорабатывать. Я вам буду давать музыку и медитации, и еду, которая усиливает все чакры. То есть, по идее, за 14 дней мы с вами выйдем в таком собранном порядке. Завтра с утра я выложу вам видео, где на последнем чакровом марафоне, представляете, я делаю медитацию. У меня прям так канал разноцветный, простраивается. Мы даже, кто был на этом марафоне, даже были немножко в шоке. Вот, поэтому, да. Как открывать четвертую чакру? Любить, доверять, простраивать. Приходите. Четвертая чакра, ну, соответственно, да, у нас будет на четвертом эфире. То есть, соответственно, через 8 дней. Сколько стоит марафон? Я говорила, 9800 он стоит, с моей поддержкой 150. Как перестать быть любовницей? Напомните, пожалуйста, это какая чакра в блоке? Чтобы перестать быть любовницей, надо первое. У меня есть подкасты, бесплатные подкасты. Там есть три эфира, три записи по поводу любовниц. Что такое быть любовницей? Любовница глобальная ищет базовый треугольник, да. Чтобы перестать быть любовницей, нужно найти свой базовый треугольник. Наш базовый треугольник – это папа, мама, я. Когда мы вступаем в любой треугольник в роли любовницы, в роли жены, в роли мужа, да, который там с любовницей изменяет все, ищут базовый треугольник папа, мама, я. То есть, когда вы любовница, вы, по сути, ищете маму, папу, да, и вам важно, чтобы оба вас любили и принимали. Ну, это она бессознательно. Вторая тема, которая открывается в теме с любовными треугольниками – это конкуренция между женщинами. То есть, по сути, вы, не ценя себя, конкурируете с женщинами. В базе своей вы, на самом деле, конкурируете с мамой за любовь папы. Поэтому здесь тоже это важно понимать, да. И третья тема, которая в любовном треугольнике фигурирует – это тотальная неценность себя, да, тотальная неценность женщины. То есть, это, знаете, есть, опять же, прекрасное выражение, когда женщина говорит, что если ты выбираешь между мной и кем-то, выбирай лучше её. Потому что мой партнёр не будет даже думать, что ему нужно кого-то выбирать, да. И мне не нужен такой партнёр, который думает меня выбрать или кого-то ещё. Поэтому, пожалуйста, для тех, кто находится в любовном треугольнике, есть бесплатные подкасты у меня. Да, мы… Я там очень серьёзно это разбираю. Пожалуйста, послушайте и посмотрите. Господи, что-то вы мне сегодня закидали комплиментами. Благодарю вас. Я ещё раз вам говорю, я лишь просто ваше отражение. Просто ваше отражение. Поэтому во мне вы видите только сейчас. Ольга, Юля могла не увидеть ваш вопрос. Лучше повторите. Да, Олечка, повторите ваш вопрос. Я очень прошу. Потому что лента очень быстро бежит. Я могла что-то не увидеть. Повторите, пожалуйста. Так, я пока возьму из сторисов вопрос. С мужчиной рассталась 10 месяцев назад. Почему не могу забыть его? Ощущение, будто живёт постоянно в голове. Много вариантов, да. Первый вариант. Я вложила в этого мужчину папу. И постоянно по нему скучаю. Прямо понять, это не твой папа, да. Отдельно папа за правое плечо. Отдельно этот мужчина. Второй вариант. Может быть, у вас с этим партнёром есть кармические отношения, и кармическая задача, которую вы не закрыли. Здесь важно тоже её отработать и понять. Третий вариант. Какие-то травмированные сценарии, где запретный плод сладок. Нас очень часто, знаете, когда партнёр нам сразу говорит, я тебя люблю и очень нас любит, нам такое не подходит. Нам надо вот это в любовь через жопу, извините. И вот когда нам жопу кто-то организовал, ушёл, забыл, нам, конечно, мы очень любим, прям безумно любим. Вот это вот у нас начинается. Поэтому, ну, как бы, растождествляйтесь с историей. Запретный плод сладок и любовь – это жопа глобально. Юля, я рад, что ты вернула свой аккаунт. Русланчик, привет, мой дорогой, рада тебя видеть. Да, благодарю. Я сама рада, что я вернула. Вот. Поэтому смотрите, изучайте, и проходите вы это. Как узнать, кармические отношения или нет? Ну, знаете, у кармических отношений есть в себе такой оттенок сильного заряда. Вот прям я люблю, не могу, прям жить не могу. Вот это вот. Сейчас задохнусь прям без него. Ненавижу, не могу. Вы знаете, вот эти вот качели – это всегда, как правило, кармические отношения. Поэтому мажу губы. Не забывайте будем мазать. Сейчас такая погода морозная. Юля, не могу продать квартиру больше года. В чём может быть затык? Смотри, чья там энергия, да? Кто участвовал в покупке квартиры? У нас был кейс. У меня была девочка с тем, когда не могла продать квартиру. Четыре года она её продать не могла. Она пришла на расстановку. Мы начали расставлять. А когда она покупала эту квартиру, ей там маленькую сумму, ну, условно, сейчас точно цифры не скажу, но там типа квартира стоила четыре миллиона, а ей четыреста тысяч дал какой-то там бывший молодой человек, с которым она уже давно рассталась. И там в этой квартире его энергия, да? Потому что он с ней встречался, потому что у неё был заряд с этим молодым человеком. Мы просто посмотрели, растождествили их, и она просто ему позвонила и говорит, слушай, Вася, не помню, Вася, Петя, не важно, если я продам эту квартиру, я тебе эти четыреста тысяч верну. За два дня квартира продалась. Четыре года не могла продаться, да? То есть здесь важно при продаже квартир посмотреть, чей там есть заряд, чей там есть заряд, и в чём там может быть затык. С квартирами ещё очень часто связана тема мамы, потому что квартира называется как мамин животик, да? И часто нам кажется, что я, если продам квартиру, я типа мамин живот, ну как бы продам, грубо говоря, и потеряю. Поэтому и маму из квартиры тоже вытаскиваете. Вот эти ваши все ипотеки серьёзные, где вы там прям есть вам нечего, а вы всю ипотеку платите, это тоже нехватка мамы, да? Вообще кредиты на квартиру такие достаточно жёсткие, которые идут из состояния нехватки, нехватки – это нехватка маминой энергии, да? Почему? Потому что нам безумно нужна эта квартира, по сути нам нужен этот домик, когда мы были в животике у мамы. Не могу вылезти из кредитов, закрыт финансовый поток, куда ты ушёл? Ну, я ещё раз говорю, кредиты – это родители. Когда нам не хватает собственной энергии, а деньги – это энергия на жизнь, мы начинаем брать из банков. То есть задача из банков – вытащить родителей и поставить живых родителей за свою спину. Когда вы ставите живых родителей за свою спину, у вас автоматически подгружается сила рода, подгружается огромная-огромная энергия, и, соответственно, у вас бывает достаточно энергии, ну, в том числе денег. Вообще энергия напрямую связана с деньгами. Опять всех зовут на чакровый марафон. Почему? Потому что в материальном мире, в нашем мире на планете Земля, деньги – это материальное выражение энергии. То есть наша задача – первично прокачать себя энергетически, расширить своё сознание, расширить своё энергетическое поле и потом заматериализовать это в деньги. Вот, поэтому так. Так, а где посмотреть подкасты? Подкасты есть на площадке подкасты, SoundCloud, в Apple Music, по-моему. Короче, они везде есть. Если не смогли найти, просто вбивайте в любом браузере, по-моему, даже на YouTube они есть. На сайт мой можете зайти, там прямо все приложения есть. Если у вас не удалось вам найти, всё это бесплатно для вас, трансформируйтесь, пожалуйста. Если не удалось найти, напишите нам в директ, и мы вам ответим. Девочки мои ответят, вам пришлют. Так, киньте уже эфир, если для вас он бесполезен. Что там происходит? Я что-то пропустила. Так. Юля, почему нельзя помогать маме? Это плохо маме. Смотрите, когда вы маме начинаете помогать из состояния «я большая, а мама маленькая», вы нарушаете систему. То есть вы становитесь в системе на роль своей бабушки, то есть маминой мамы, а это нам грозит чем? Ранним радикулитом, морщинами, непринятием и прочее, прочее, прочее. Понимаете? Юля, очень хорошо выглядите. С возвращением. Благодарю. А если кредит на масштабирование бизнеса? А если кредит на масштабирование бизнеса? Оля, вот вы тут что-то устраиваете? Я уже не могу, не понимаю, что. Я, честно говоря, не увидела ваш запрос, но я вижу какие-то странные комментарии. Вот. Что такое у вас происходит? Кстати, Оль, знаете, что я скажу вам сразу? Вот когда у вас на аватарке ребенок с правой стороны, а вы слева, и сына делаете мужа. Поставьте фотографию с мужем. Но если мужа нет, то хотя бы лучше одну. Да, потому что на аватарке выглядит как будто у вас ребенок справа, как ваш муж, а вы слева. Ну, это так, здесь просто вот то, что я увидела из аватарки. Так, подождите, какой-то вопрос я отвечала, отвлеклась. А если кредит на масштабирование бизнеса? Ну, опять же, тоже смотрите, пожалуйста, по поводу масштабирования бизнеса. Главное, чтобы не получилось. То есть, если бизнес работающий, активный, и вы точно благодаря кредиту выйдете на новый уровень, то да. А если вы условно с этим кредитом хотите, ну, только родился бизнес, да, вот вы его грудью кормите, ну, метафорично сейчас попытаюсь объяснить. И вы такие, сейчас я этому бизнесу сразу шашлык. Просто вы поймите, энергетически ни бизнес, ни ребенок не может, только родившись, есть шашлык с кетчупом. Да, если вы хотите взять кредит, чтобы из ребенка, который ест молоко матери, или там вы водите кабачки, сразу херануть в него шашлык с мясом, тогда там может случиться какая-то такая история, где поле не выдержит. Юля, как сделать упражнение с родителями? Слушайте, у нас про родителей столько всего. Есть и, вот мы делали эфир крылья, есть бесплатный вебинар, есть бесплатные подкасты, книга скоро выйдет. Ну, вообще, про родителей, марафон родителей, он, по-моему, стоит там 500 рублей, 3 копейки глобально, и марафон папа-мама. Так, Юля, как сделать упражнение? Так, это я ответила. Господи, что тут у нас происходит? Девочки, не буду даже ваши вопросы смотреть. Вот тут что-то друг с другом. Что вы говорите? Где планируются расстановки? Видела Минск и даже Лондон. Да, очень много где планируется. Бразилия в этом году планируется, и Дубай, и Минск, и Лондон. Но везде будут они, понятно, энергетически разные. Просто смотрите, какие вам места откликаются. В Турции у нас будет много всего. Три тренинга. Вот, 1480 стоит родителей. Как хорошо. А книга про родителей выходит? Книга про родителей будет, я думаю, к марту, к апрелю. Да, она написана, в издательство сдана. Но еще, ну, еще надо месяца два-три будет книга про родителей. Вот. Юлия, подскажите, как нормализовать отношения с собой? Вы знаете, вот эта история, нормализовать отношения с собой, это вообще весь путь, который мы проходим в течение жизни. Да, ну, первое, принять папу и маму. Это называется, нормализовать отношения с собой. Принять вашу причастность ко всему миру, это отношения с собой. Принять свою жизнь на этой планете, отношения с собой. Вообще, все это отношения с собой я очень рекомендую, если прям вам нужно. У меня есть марафон «Люблю себя», очень рекомендую на него пойти. Кто-то тут спросил, ой, господи, кто-то тут что-то спросил про мое обучение. Вы обучаете только психологов? Нет. На самом деле расстановщиком может стать кто угодно, поэтому приезжайте. Я говорю, у нас были истории, когда у нас массажисты становились расстановщиками и финансовые директора становились расстановщиками, поэтому приезжайте, остановитесь. Можно ли сказать подруге про свою расстановку? Для этого расстановка энергии, господи, рассказывайте кому угодно, ничего не будет. Что вы боитесь? Знаете, вот эти установки нас сглазят, сглазят. Прямо больше нечего делать, сглазят. Я мастер-майнд-магия вам в помощь, кстати, по этому поводу. В Турции он будет один день, я рекомендую на него прилететь. Там вот про сглаз, про вот эти, знаете, чуфыры-муфыры. Я прям буду вам много рассказывать. Уже угомонитесь. Ну, посмотрите, сколько известных людей, известных блогеров показывают всю свою жизнь, и чуть-чуть их никто не сглаживает. А вы сидите, блин, с этим меня сглазят в своей коробочке, и никуда не выходите. Поэтому, какие мяса ты мне ответила? Господи, что ты ничего не делала? Юля, какая ты красивая и классная. Я люблю вас. Вы у меня тоже очень красивая. Юля, спасибо тебе за твой путь. Я иду за тобой по твоему пути. Спасибо, благодарю тебя. Это я вас благодарю, мои прекрасные. Всех очень люблю. Очень скучала. По вам, дорогая Юлечка. Благодарю, что ответили на мой вопрос. Юль, как-то еще можно марафон по чакрам оплатить? А то карта заблокирована. Конечно, можно. Напишите в директ, вам все помогут. Еще расскажу, да, тем, кто сегодня поделится эфиром. Первый день марафона чакровая перезагрузка у вас будет без оплаты. Завтра в 16.00 встречаемся на первом дне марафона чакровая перезагрузка. Еще расскажу, что это финальный раз, когда я даю чакровую перезагрузку с моими живыми участиями. То есть это семь живых эфиров со мной, которые вы пройдете. Юля, боюсь лечить зуб. Ранее была реакция на анестезию. Как быть? Очка, ну два варианта. Либо ходить с больным зубом, либо лечить. Да, но можно еще сделать расстановку. Я каждый раз говорю, у меня вообще с зубами интересная история. У меня, хотя у всех родственников в роду были проблемы с зубами. Я у стоматолога, но для лечения не была уже, как с тех пор, как Макар родился. Последний раз была еще до беременности. Зубы – это костная система. Костная система – это работа с родом. Поэтому, может, его лечить. Не надо просто прийти это расставить, и он пройдет. Как поделиться эфиром в сторис? Директ напишите вам, девочки мои помогут. Любые вопросы технического характера, где найти подкасты, где это послушать, сколько стоит марафон. На директ пишите, мы вам очень быстренько ответим. 24 на 7, мы пока ответим. Так, Оля, Калилка, так, задай мне вопрос. Я прям прочитаю твой вопрос. Я вижу, как тебе не хватает моей энергии, моего внимания. Как тебе не хватает энергии мамы, на самом деле, маминого внимания. Я тебе прям дам эту энергию. Олечка моя, любименькая моя, давай, задавай вопрос прямо сейчас. Пиши, я буду очень внимательно следить за твоим вопросом. Прямо сейчас отвечу. Юля, здравствуйте, летом пережила развод, тяжелый. Осенью умерла бабушка, последний мой родитель. Открыла свой кабинет лазерной эпиляции, аппарат взяла в кредит. Но мобилизация перекрыла весь кислород. Вот, смотри, давай так, мы попробуем фокусироваться с тобой не на плохом, а на хорошем. Как бы бабушка умерла, это, в принципе, нормально, да, она пошла на перерождение. Когда у нас умирают близкие родственники, они из своего физического тела освобождают огромное количество энергии. Если вы не сидите в этой точке сборки, как я говорю, в прошлом и в смерти бабушки, то вы свою точку сборки берете и перекладываете сюда, хватит сидеть уже в этой смерти. Это нормально, что бабушки умирают, понимаете, это вообще нормальное состояние бабушек, что они умирают и уходят. И важно понимать, что когда у нас родственники умирают, они из физического тела выходят, да, и энергетическая составляющая, она у нас двигается в нас, поэтому это дает нам огромный, колоссальный ресурс. Вот красота души, четыре восьмерки, вот эти я люблю ваши восьмерки очень. Пожалуйста, давай мы с тобой, знаешь, как поступим, ты можешь фокусироваться на хорошем. Не на вот этом сидеть, бабушка умерла, это нормально. А вот прям фокусируешься на том, что ты кабинет открыла, да, смотри, как можно сделать так, чтобы ты увидела позитив и плюс, и хватит торчать негатив. Любимый мой, есть прекрасная история, когда жило два мальчика, и один говорил, ой, как все плохо, ой, как все плохо, и Боженька ему говорил, подожди, ты еще не знаешь, что такое плохо, да, и ему становилось еще хуже. А другой мальчик сидел и говорил, ой, как все хорошо, как все хорошо. И Боженька говорит, да подожди, ты еще не знаешь, как хорошо. Поэтому я вам очень рекомендую, я вчера в телеграм-канале своем писала, фокусируйтесь на плюсах, вот прям каждый вечер сидите и говорите, какие три крутые вещи с вами произошли за сегодняшний день. И благодарите жизнь. У вас даже с точки зрения нейронов, когда засыпаете в позитиве, у вас нейроны начинают прошиваться на позитив. Мало того, что себе говорите три благодарности, чего крутого у вас случилось. Вы еще с детьми со своими так же прорабатываете. Оля, я жду от тебя вопрос. Где она? Сейчас, давайте, я Оле отвечу, то не закончила. Писала по... Короче, Оль, я так и не увидела. После всего этого начала много есть, не могу ничего с собой поделать. Ну вот смотри, красота души. Ты опять, все, все плохо. Что-то большее, что-то на меня влияет. Пока что-то большее на меня влияет, я не хозяйка своей жизни. Как только виновата мобилизация, дождь, солнце, снег, не знаю, что там еще виновата, ничего не получится. Я всегда вам говорю, кризис переводится как возможности. Кризис переводится как возможности. Здесь только ваша внутренняя позиция. Внутренняя позиция. Я вообще не понимаю, как кабинет лазерной эпиляции связан с мобилизацией. Вот честно, я вот не понимаю, как кабинет лазерной эпиляции. У меня, конечно, простите, но лазерную эпиляцию глобально, ну вот просто, если посмотреть, ну делают большей частью женщины. Как оно вообще могло повлиять? Непонятно. Я говорю, на чем вы фокусируетесь, то вы и получаете свою жизнь. Даже с точки зрения квантовой физики, то, что происходит в мире, абсолютно наблюдаемо вами. То есть то, что вы хотите получить, наука целая, квантовая физика, эффект наблюдателя, это реально то, что есть в вашей жизни. Если вы видите, что в мобилизации жопа, ну значит в ней будет жопа. А если вы видите, что в ней возможности, значит в ней будут возможности. Поэтому прекратите это делать. Понятно, что сейчас этот ретроградный Меркурий виноват, кто там, рак зашел в ракому, в раку. Вариантов, почему кто-то в чем-то виноват, миллиард. А когда вы берете ответственность, и понимаете, что это только ваша реальность, вы единственный автор своей жизни, вообще все меняете. Поэтому берите ответственность. Берите ответственность. Так, у нас Оля задала вопрос в итоге или нет, я вообще не понимаю. Юля, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли нересурсное состояние и психическое состояние апатии? В чем причина? Нет энергии. Марафон, чакровая перезагрузка. Юля, подскажите, куда посмотреть? Прохожу курсы, в том числе, связанные с родом. Все круто, осознаний много. На физическом плане изменений нет. Потому что не заземляйте это. Потому что не заземляйте. Важно, вот знаете, это как, очень часто вы когда учитесь, ну, я в том числе. Это как вот, если хочешь круглую попу красивую, мало только смотреть видео в Ютубе, понимаете? Надо встать и приседать вместе с этим видео. Поэтому вот вы когда курсы проходите, начинайте конкретно все внедрять. Вот у нас тоже сейчас была расстановка про миссию, когда расстановка миссия была онлайн. Там тоже у нас была фигура духовности. И я вот спрашиваю, там поле 25 человек. Я говорю, слушайте, а кто из вас духовностью реально занимает? Кто из вас реально медитирует по 20 минут, понимаете? А то мы вот это все духовность, духовность, миссия, миссия. А начинаешь когда ковырять, конкретно никто ничего не делает, понимаете? Поэтому здесь тоже такая история. Что конкретно внедрено? Что конкретно сделано? Вы реально медитируете по 20 минут ежедневно? Или хотя бы по 10 минут ежедневно? Вы реально там, я не знаю, ходите на спорт, вы реально правильно питаете, у вас реально в шкафу чисто, и вот эти вот вещи, они очень важны, мы в наше время сейчас много учимся и надеемся, что там где-то что-то поменяется, что конкретно вы внедряете в свою жизнь, что конкретно вы делаете и внедряете, да? Поэтому здесь это очень важно, именно внедрять, именно делать и внедрять, поэтому нужно не просто знания получить, а нужно эти знания заземлить, потому что знания мы получаем из Вишутхи, Аджаны и Сахасрары, а опускаем и заземляем мы это из Муладхары, Сватхистаны и Манипуры, и это тоже важно сделать. Как в сторис отправить? Любимые, напишите в директ, девочки помогут. Юля начала обучение на терапевта, но теперь не могу продолжить, нет энергии или желания, будто перегорела. Во время обучения нарушается сон, болит голова, откладываю терапевт. Теперь, ну, надо, во-первых, признать себе, что у тебя там страшно, эфир наполнен любовью. Ронечка, привет, любимый. Да, я что-то тут вообще люблю так всех, люблю не могу. Ну, я думаю, что вы все замечаете, что я все больше и больше прохожу в любовь, вот в эту большую, да, и, ну, это моя кармическая задача. Кто у нас астрологи в ведической астрологии, у меня планета души, луна, у меня кармическая задача про любовь, да, и кто у нас западные астрологи, у меня этот, как это, южный или какой-то там узел в четвертом доме, именно то, что мне надо проработать, поэтому занимаюсь выполнением своей кармической задачи. А у меня кармическая задача – любить всех, все вселенским, и работаю над этим. Такой у меня путь. Так, у меня в голове проблема похудения, с детства мучаюсь, тяжело даже просто начать, даже плачу, мне 25. Пожалуйста, марафон тело к лету, там есть 14 дней психической истории, да, не надо себя морить диетами, нужно проработать со своей психикой. Например, когда мы едим и не можем остановиться в еде, нам не хватает нашей мамы. Почему? Потому что в животике у мамы кушали, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, потому что когда мы родились, мы мамину грудь кушали, да, и вот эта история, где мы много-много едим, это как мама может быть. Во-вторых, у нас есть родовые кармические слои, где наши родственники умирали от голода, и вот эти забитые холодильники «я не могу остановиться», это какая-нибудь прабабушка или бабушка, которая, может быть, умерла от голода, либо голодала в блокадном Ленинграде, надо с ней растождествиться. В-третьих, если у меня не было папы, мне нужна опора и поддержка, и для меня жир является опорой и поддержкой. И таких вариантов огромное количество. У меня есть марафон тело к лету, вот там я прям подробно, мы там делаем расстановочные процессы, очень глубоко с этим работаем. Пожалуйста, приходите, работайте, выходите на новый уровень, да, там серьезные у людей результаты, по 10-12 килограмм уходят, просто работая с психикой, да. Я вам создала продукт, где мы на нейронном уровне выходим из этих всех историй. И еще один марафон у меня есть «Жизнь-120», там про молодость и красоту тоже, там марафон про то, как жить 120 лет, тоже мы там растождествляемся с разными родовыми кармическими историями. Поэтому, пожалуйста, все вам дала, все сделала. Ох, какой хороший вопрос, мой любимый вопрос. Я вообще больше всего люблю про секс поговорить, да, как раскрыть сексуальность. Сватхистана чакра, это второй эфир у нас будет про это. Сексуальность, вообще, Сватхистана чакра, это очень важная чакра, это как раз-таки чакра наслаждения и удовольствия, в первую очередь от жизни, и с ней очень важно работать. Там много блоков, потому что Сватхистана чакра, которая формируется в 3-5 лет, да, там у нас появляются самые базовые травмы с точки зрения психики, да. И там все истории, где, не дай бог, если ваше тело обижали, если там били, если, да, не дай бог, там родители били. Там вот этот сильный блок на теле, сильный блок на сексуальности. И, конечно, с этим очень глубоко надо тоже прорабатывать. Марафон про секс, книга про секс у нас есть, которая вот эту часть проработает. Ну и вот чакровый марафон. Ну и глобально, как это проработать, прям обожать свое тело, прям обожать свое тело, прям вот так любить свое тело. Ну это так, чтобы проработать. Ну и задание из марафона, еще есть такая штука, называется куркума. Куркуму добавлять в еду, ладошки мы там мажем куркумой, например, да. Оранжевые фрукты, хурма, например, тоже хорошо прорабатывают сексуальность. Особенно если вы едите так, что она у вас течет. Ну и вообще секс. Секс классный, оргазмы, наслаждение, оргазмы вообще очень круто прорабатывать. Поэтому если вы не кончаете, займитесь вопросом, как научиться кончать обязательно. О, боже, столько вопросов понакидали. Все, уехала, любимая, я вниз листаю. Когда будете обучать онлайн, нет возможности выезжать на живое обучение. Я вам так скажу, даже если я когда-нибудь создам онлайн обучение, я на нем не буду давать дипломы государственного образца. Почему? Потому что обучение, которое я провожу, оно проходит таким образом, где терапевты уже начинают становиться расстановщиками, они становятся в практику. И моя задача – видеть, как вы держите поле. То есть я вас не выпускаю из обучения, пока я не увижу, что вы реально готовы делать расстановки, понимаете? Поэтому пока тот формат, который я предполагаю, чтобы я реально была в ответственности за тех терапевтов, которые я выпустила, мне нужно видеть, что они все поняли и делают. Здесь очень важно понимать, что когда вы приезжаете ко мне на обучение, вы становитесь реально практикующим расстановщиком. Поэтому я однозначно могу сказать, что те, кто прошел у меня обучение, они классные расстановщики, можете к ним идти, потому что они делали расстановки, практиковали их. И, соответственно, вот так. На онлайне я пока не знаю, как это массово сделать. Даже если я когда-нибудь запущу онлайн, я, может быть, там выдам теорию, но такого качества, как на оффлайне, конечно, не будет. Поэтому я пока все-таки давлю за качество. Давлю за качество, поэтому вот так вот. Так, так, так. Я кончаю каждый раз. Ну вот, кстати, вот мужчина здесь пишет, я кончаю каждый раз. Я тебя поздравляю, но деньги у тебя будут только тогда, когда тебя женщина будет каждый раз кончать. Да, вот мужчина, который вот это вот перестрелял, перестрелял и вышел, и не позаботился о том, чтобы женщина кончала. С точки зрения энергетики, вторая чакра сексуальности, она у женщин дающая. И глобально в паре, у мужчины в том числе, количество денег, успеха, известности ровно пропорционально тому, насколько его женщина кончает. Поэтому ты, конечно, молодец, что ты кончаешь каждый раз. Но задай себе вопрос, а твои женщины кончают? Реально? Или им приходится симулировать это? Или ты просто пользуешься их телом и двигаешься дальше? И здесь вопрос не в том, что вы плохой или хороший. Потому что здесь вопрос в том, что на родовой кармической системе тема, что женщина должна получать удовольствие, она, конечно, у нас стерта. У нас на сексе много использования, много греха, много грязи, много плохости. И вот мужчины, которые смотрят эфир, я вот вам, знаете, хотите выйти на новый уровень, хотите сделать квантовый скачок, сделайте так, чтобы ваша женщина кончала. Сделайте так, чтобы ваша женщина кончала. Я даже больше скажу. В принципе, мужчине надо кончать меньше, чем женщине в количестве. Поэтому сделайте так, чтобы она кончала в 4 раза больше, чем вы. Ну, прям поставьте себе задачу. И вы офигеете, как у вас серьёзно изменится финансовое благополучие. Поэтому, мальчики, работаем языком. В том числе. Я как всегда. Я не могу без секса, извините. Как БММ может блокировать любовь? Пришла в медитации мне. Знаете, мы очень любим в медитации, в том числе на кого-нибудь ответственность перегрузить, что он там что-то блокирует. Никак он не может блокировать. Вот если говорить опять про чакры, то у женщин четвёртая чакра, чакра любвидающая. И женщина первая, кто идёт в доверие. Когда женщина идёт в доверие, открывает сердце, то он никак это блокировать не может. Мужчина, ну, это просто метафорично. Вот у него третья чакра дающая, а у вас четвёртая дающая. Вот вы ему можете сказать, купи 4 килограмма помидора. Ему это понятно. Но когда ты ему говоришь, а ты меня любишь, он не очень это понимает. Мужчина учится любви через женщину. Поэтому, когда мужчина блокирует, скорее всего, там что-то с вами. Ну, понятно, у него в базе с мамой, ну, грубо говоря, да. Но если вы с ним, то, скорее всего, у вас там тоже есть такая тема, где вы просто повторяете ему те отношения, которые у него были с мамой. Ну, грубо говоря. Поэтому открывайте сердце, доверяйте, идите в это, и тогда он всё разблокирует. Юлечка, у вас уже есть расписание на этот год всех ваших обучающих ретритов за пределами России? И да, любимые, уже всё есть на сайте. У нас в ближайший Египет, но там нет мест, можно записаться в лист ожидания, если вдруг кто откажется. Потом у нас будет Стамбул в мае. Три тренинга. Это сначала будет величие. Мы будем ездить по сильным энергетическим местам. Султана Сулеймана и Хюрем Султан простраивать величие. Потом будет обучение расстановкам. Потом будет мастер-майнд-маги. Это в Стамбуле. Третья, потом у нас там стоит Непал, стоит Бразилия, стоит Лондон, стоит Дубай. Ну, на сайт зайдите, посмотрите. Юля, как относишься к отливкам-воскам? Я, честно, ну, из меня, мастер-майнд-магия, я там говорю, что вот эти воски, лягушки на кладбище, что там ещё, хирушки и прочее, это всё очень уже устаревшая история, да? С точки зрения магии и вот этих всех ритуалов, мы сейчас уже выходим в состояние, когда мы можем просто работать с нашими энергиями. Поэтому я глобально, ну, не очень люблю всё вот это яйцо, выкатай на темечке, разбей его себе на лбу. Ну, вот я не очень это люблю. Я считаю, что это уже прошлый век, что мы уже устарели. В Эквадор мне говорят, слушайте, я не могу размножиться, вот серьёзно. Я очень хочу ещё в Израиль съездить, например, да, там, я вот сейчас, мне очень Греция начинает приходить, я не могу размножиться. Где увидеть расписание по всем городам? На сайте, напишите в директ, мы вам всё вышли. Любимые, единственное, что бронируйте места заранее, да, там на Стамбуле очень мало места уже осталось, Египет уже закрыта запись. Пожалуйста, заранее бронируйте, чтобы такое не получилось. В США я бы с радостью, мне не дают визу. Не дают визу в США, так бы я бы уже давным-давно к вам прилетело. Почему зациклилась на нытье и жалобах на жизнь? Не могу переместить фокус на позитив, полное ощущение опустошения. Хочется лежать в полном одиночестве в тёмной комнате. Какую-то травму фиганулась, видимо, надо вытаскивать. Абьюз, измены, развелась, не хочу делить имущество, хотел дочь, суд дочь не дал, у него кисту вырезали, последние последствия агрессии, лишил, выгнал с дочкой, не могу это принять. Марафон-абьюз обязательно. Марафон-абьюз обязательно пройти. Прямо обязательно. Юля, здравствуйте. Не живу с мужем три года и всё время какие-то препятствия для документального развода. Это может быть причиной. С чего начать? Спасибо. С документального развода. Ну, либо с расстановки на эту тему. Либо с принятия, что, может быть, вам надо жить вместе. Ну, и глобально вот все, кто там с мужьями не живёт, уже развелись. Ваша задача понять, что в системе ваши бывшие жёны и бывшие мужья в вашей системе остаются навсегда. Это ваши родственники. Это ваши родственники. Здесь вариантов нет. Вы судитесь, хоть обсудитесь. Знаете, как вот мы все умрём, а у нас останется родовое дерево. В этом родовом дереве этот человек будет вписан. И он близкий вам, друг, человек, родной, роднулька ваша, понимаете? Это когда бывшему мужу говорю, ой, Максим Геннадьевич, вы моя роднулька. И он реально моя роднулька, да, мой бывший муж. Вот это вот важно прям почувствовать, что этот человек навсегда ваш родственник. И здесь ничего не сделать. И важно всё равно раз за разом прорабатывать это, идти в любовь, доверие, гармонию. Прорабатывать, идти в любовь, доверие, гармонию. Как минимум поблагодарить его, что он прекрасный учитель с прекрасными историями. Прям очень ждём Ростов-на-Дону. И Ростов-на-Дону, я знаю, как вы меня сильно ждёте. Самолёты запустите. Я не поеду на поезде. Самолёт сделайте. Как дать волю эмоциям? Посоветуйте марафон. Люблю себя. Нужно ли после развода возвращать себе девичью фамилию? Да, всегда. Если вы не вернулись на девичью фамилию, вы не развелись. Извините. Ну, как есть. Всегда. Вот. Вы пребываете в системе бывшего мужа. Ну, как бы. Вы замужем. Сюда же относятся всякие там истории и с венчаниями и всем остальным. Так. Если в разводе нужно ли менять фамилию на девичью? Господи, я же только что ответила. Как попасть на обучение? Как попасть на обучение? Вы директ напишите, да попадите. На сайт зайдите, да платите. Юля, что может быть с родом? В детстве у нас сгорел дом. Я чуть не погибла. Соседка спасла. Третьего ингресса я двоюродный брат с другом в доме. Ну, что-то там есть. Может быть, в прошлой жизни ты жгла города, поселки и прочее. Ну, там все, что угодно может быть. Жду на расстановке. Как остановиться на одном мужчине? И почему мне кажется, что есть кто-то лучше, и я опять в поиске? Папу ищешь. Вытащи желание найти в мужчинах папу. Ты никогда не найдешь там папу. Проработать папу. Мадина, проработать папу. Проработать отношения с папой. Когда вы раз на разом ищете в мужчине того, чего в нем нет, вы ищете глаза папы. Вы нигде, ни в одном мужчине не найдете своего папу. Он есть только в вашем папе. Юлечка, дорогая, если я развелась, но фамилию мужа оставила по документам, начала новую профессию и продвигаю ее фамилию отца. Энергия как-то может влиять? Конечно. Все, что угодно, все, что угодно вы можете продвигать. Все, что написано в законе, да, у нас закон все равно базовая фигура, да, у нас бог и закон. Вот кто бывает на расстановках, мы всегда ставим бог и закон. Бог и закон – это фигура высшего порядка. Если в законе написано, я вам еще раз говорю, вот эти эмоции, оно все сотрется. Есть просто написанный документ. Что в документе? То и документе. Можно ли делать биферопластику? Я не знаю, что это такое, простите. Я не знаю, что такое биферопластика, поэтому я не знаю. А о чем инсулинорезистентность? Я не знаю, что это такое, но если это связано с сахарным диабетом, да, это с сахарным диабетом связано, это мама. Сахарный диабет – это сладкое, это любовь мамы и молочко сладкое. Я все время даю советы своему мужчине. Это правильно? Нет. Вы с собой разберитесь. Вы все советы дайте сначала. С собой разберитесь. Ваш мужчина – это отражение вашего внутреннего мужчины. Работайте с собой, оставьте человека в покое. Вы же ему не мать, хватит мамкой быть. Юля, правильно я понимаю, в любом вопросе продать дом, машину, кредиты берем. Все, от чего зависит, нужно вытащить то, за что. Ну, видимо, да. Что-то я там не вижу окончания. Да. Ну, скорее, да. Кристина, ты уже это… Ты же сама терапевт, да. Когда терапевта задают вопросы, по ним уже видно. Когда веки отрезают, кожа лишняя. Господи, не надо никакие веки отрезать. Когда вы хотите что-то отрезать, прирезать, это папа-мама, ваше лицо состоит из ваших пап-мам, угомонитесь. Не надо ничего отрезать. Господи, прекратите. Я против полостных операций. Вы что? Юля, отсутствие желания действовать, вынести. В чем причина? Вишут. Ха, боюсь о себе заявлять. В прошлой жизни тебя убили. Катюшечка, привет. Варикоз правой ноги. Вообще, варикоз – это нерожденные дети, родители, то есть братья и сестры, как правило. Может быть, есть много нерожденных, непроявленных детей по папе. Да, то есть, может быть, папа там где-то на стороне заводил, и может быть, они есть. Ну, так вот, как бы я сейчас бы ответила отсюда. Появился страх перед голодом, после сплетен, что будет голод. Как быть? Голодать на чате. У нас есть чат бесплатный тоже, мы там раз в неделю голодаем, добавьтесь в него, голодайте раз в неделю, там каждый день, выбранная неделя, голодание на той или иной. Четверг, например, на деньги, среду на деятельность, воскресенье на известность. Когда у вас есть страх голодать, голодайте. И понимаете, прикольно, я не умер. Прикольно, я не умер. Болит тазобедренный сустав в месяц. Какая может быть причина? Это ходить, это база ног. Когда у нас есть проблемы с ногами, мы не хотим идти вперед в жизнь, в будущее. Можно увеличить губы и бить тату. Нет. Если муж ведет себя как папа, что делать? Воспитывает, требует, запрещает. Я взрослый человек. Если бы ты была взрослая, он бы так себя не вел. Мир – это отражение того, как мы себя ведем. Если рядом с нами человек, который нас воспитывает, значит, я маленькая. Кому нужно воспитание? Бери ответственность. Семь дней раз в год голодаю. Нормально. Вот люди тут голодают. Слушайте, я вчера... Ну, короче, я видела людей, которые голодают очень долго. Горько во рту. Горько во рту – это печень, злость. Юлечка, благодарю. Привет из Сочи. Вам тоже привет, мои любимые. И мужу твоему тоже привет. Страшно поднять аренду на недвижимость. Это что? Я не знаю. Возьми да подними. Можно ли женщинам брать аскезы? Ну, вообще, да. Даже иногда нужно. Особенно аскезу на секс, если очень часто партнеров меняешь. Почему нельзя бить тату? Ну, это опять ты хочешь тело переделать. Когда вы хотите переделать тело, это непринятие мам-папы. Ну, и опять, знаете, вот с тату тоже такая тема. Вы просто поймите, тату вы бьете на всю жизнь. А смысл? Вот я говорю, я помню, я такая подгрузила, я не знаю, там Лилит, у меня есть марафон Лилит, я такая Лилит подгрузила, классно, сейчас тату набью. Ну, как бы я подгрузила и пошла дальше. Потом, а, татремное животное, льва подгрузила, а, тату. Вы понимаете, вы всю жизнь что-то прорабатываете, что-то подгружаете. Зачем вы набиваетесь и тату? Я просто не понимаю, а смысл тату? Зачем? Просто, вот мне просто объясните, зачем? Красивее быть, привлекательнее быть. Ну, как бы, а смысл? Вы и так самые красивые, самые привлекательные. Не могу принять новую жену брата, зная, что так нельзя, как быть. Скорее всего, ты своему брату пытаешься быть женой, конкурируешь с ней. Твой брат тебе не муж, поэтому полегчает тебе, когда ты перестанешь быть женой брата. Это что у вас там, может быть, в детстве были эти, играли в семью с братом. Что значит подгрузить? Это значит, ну, вот, например, я вот тотемное животное скрыла. Тотемное животное, кстати, мы открываем на марафоне «Моя миссия» и на марафоне «Люблю себя». То есть, я там подгрузила тотемное животное. Ну, в одном из воплощений я была там змеей, в одном из воплощений была львицей. И, по сути, когда я их вспоминаю, я себе беру ресурс из этих тотемных воплощений. Это я называю «подгрузила». Юля, у меня периодически эти колени. Опять здравствуйте, дом престарелых у меня опять вошел в чат. Господи. А колени-то, а это те же ноги, не хочу идти вперед. Значит, видимо, скоро встретишь, да? Катя, нет мужа, как нет уже, где-то есть рядом, ищи. Тотой, это нереализованный потенциал, который реализован на теле, а не на деле. Вот тоже хороший вариант, Ромочка, спасибо. А я иду на эти марафоны. Как начать принимать большие деньги? А ты маленький умеешь принимать? Начните с маленьких принятий. Знаете, я вот так всегда говорю, ваше значение всегда идти в расширение, да? Там такси более высокого уровня, зубную пасту более дорогую, не знаю, ресторан более дорогой. У нас так связана тема, мы же всегда жили в недостаточности, нам все время казалось, что нам всего не хватит, мы все время экономим. И чтобы нам расширяться в деньгах, нужно просто каких-то маленьких шагов начинать. Еще раз вам говорю, не надо, если вы кушаете молоко, мамы, сразу шашлык. Начинайте с маленьких шагов, купите себе, не знаю, авокадо дороже, идите в какой-то магазин дороже, сходите, в ресторан подороже, украшения дороже. И постепенно двигайтесь, да, и постепенно вы будете смотреть, опс, я уже летаю бизнес-классом, опс, я уже там езжу на такси премиум класса, да, опс, я уже ем только в дорогих ресторанах, опс, я уже покупаю продукты только в дорогих магазинах. Проблема с кишечником, это когда вы берете энергию, вам ее трудно отдавать, да, что происходит? Мы энергию получаем из еды, а там мы не выдаем, надо что-то людям начать отдавать лучше. Аэрофобия, боюсь летать самолетом, куда смотреть? Высоты боишься, новых возможностей боишься. Почему тянет к молодому человеку, с которым ничего не было? Ну, карма, скорее всего. Изжога, на что смотреть? Еще один престарелый, в дом престарелых. Не принимаешь мир, не перевариваешь этот мир. А душа человека может воплощаться в животных и птицах. Вообще, душа может воплощаться в чем захочет. В камне может, в растении, в животных, в человеке и в следующих звездных сообществах. Где захочу, там и воплощаюсь. Может еще в инопланетных структурах. Горячь во рту это печень, злость. Спасибо. Моя бабушка умерла в мой день рождения. Меня назвали в ее честь. Как можно взять энергию. Как минимум растождествиться, попросить у бабушки благословения и сказать, у тебя своя судьба, у меня своя. Сказал, реализовал, подумал, сделал. Может, не так вопрос задала, как перестать бояться денег. Быть с деньгами. домашнее задание хочешь, возьми сегодня, разденься, положи деньги на кровать, как прям, и поспи с ними. Страх потерять деньги. Как проработать? Убрать из рода раскулаченных всех. Скорее всего, кого-нибудь дедушку или бабушку раскулачили, всего лишили, поэтому страшно, страшно, что потеряют. Как относитесь к уши-медитациями? Я их провожу. Я их провожу в уши-медитации. Я являюсь проводником уши-медитации. Много лет я вообще проводила их каждый день для групп больших. Я люблю их. Немножко тоже уже это такая тема отходящая, немножко устаревшая, но все равно еще работающая. Юлечка, можно ли морально помогать человеку бросить пить? Может, не поможет. Я вам так скажу, когда вы начинаете помогать человеку бросить пить, вы начинаете играть в мамку, а человек пьет именно потому, что у него была подавляющая мать. И чем больше вы помогаете человеку, который хочет бросить пить, тем больше он хочет пить. Ничем вы не поможете, только усугубите. Алкоголизм – это подавляющий родителей противоположного пола. Чем больше вы начинаете дрючить человека и пытаться помочь, тем больше он попадает в эту травму. Поэтому оставьте человека в покое. Как научиться себя обеспечивать, если по роду этого не было у женщин, сложно дать ответственность взять. Легче всего ответственность, конечно, на женщин приложить по роду. Возьмите ответственность, идите работайте. Чтобы начать себя обеспечивать, надо просто начать работать, как минимум, ручками, мозгом и ножками. Пойдите, поработайте, поможет. Серьезно. Тогда сейчас здесь вопрос тоже, как найти работу? Господи, вы живете в 2023 году, работаете здесь на каждом углу. Люди, ну давайте мы выйдем из программ наших родителей, когда был один завод на все село или на весь город. Один единственный завод и работать было негде. Сейчас работы миллиард. Если ты хочешь работать, ты всегда будешь работать. Просто берите ответственность и понимайте, что работа это не просто у нас уковыряться, что вам платили безумные деньги. Я вот, конечно, офигеваю иногда, когда люди думают, что можно ничего не делать и зарабатывать. Я вам скажу так. Я тот человек, который, в принципе, начинал с низов и мой успех, вот честно, мой успех очень связан с именно отдачей тому делу, которым я занимаюсь. Отдачей. Поэтому, ну как бы, найдите работу ее дохриллионы. Идите в это, отдавайтесь, ищите в ней интересы. Интерес есть в любой работе, если вы начинаете разбираться в деталях. Даже, я не знаю, дельфинам хвосты мыть, если вы начнете разбираться в деталях хвостов и дельфинов, вам это будет нравиться. А когда вы говорите, это не мое, да вы в деталях ни хера не разобрались, знаете. Ну, это вот так вот. Поэтому не говорите, что работа найти тяжело. Ответственность не хотите брать, ну и работать не хотите. Ну, как бы. Как проработать в зависимости от сериала. Тоже на работу пойти. Знаете, когда вы много работаете, вам некогда сериалы смотреть. Понимаете? Юля, как вы относитесь к ченнеллингу? Я к нему отношусь напрямую. Вот даже сейчас сижу в ченнеллинге и вещаю вам осполье. Сейчас не Юля говорит, а ченнеллер. Глобальный. Я однозначно могу сказать, что я человек-ченнеллер и являюсь проводником. Ченнеллинг, и для тех, кто непонятно, кому непонятно, это умение работать с каналами, когда люди из канала говорят. И я очень часто говорю из канала. Для тех, кто хочет прямо это сильно ощутить, добро пожаловать на расстановки. На расстановочные вебинары у нас там такие есть. Поэтому там я прямо вещаю из канала. Даже вот сейчас в эфире много о чем говорю из канала. Это когда не мои мозги говорят, а говорит поток через меня и все. Поэтому все мы можем быть ченнеллерами. Каналищиками, короче. Ченнел — это канал. Каналищиками. Просто начните это делать и все. Как относитесь к рейке? Про рейки глобально ничего не знаю. Пару раз увидела в расстановках ко мне приходили с запросом. Немного раз даже действийца. Не знаю. Пока меня не тянет в рейке. Не знаю. Юль, как научиться принимать от людей деньги? Когда мне дают деньги, мне хочется побыстрее дать что-то людям взамен. Ну, это про балансы по большому счету. Поэтому дай взамен учить потихоньку. Книга — это тоже канал. Конечно, вообще все является частью энергии. Вот у меня, например, с обучения Хоффмана осталась ручка. Это тоже часть энергии, да, там немецкая, например. Здесь канал Германии, потому что ручка в Германии произведена. Здесь канал Хоффмана, потому что была она его... Понятно, что там вот мою книжку я вам даже рекомендую. Вы можете даже ее не читать, а просто под подушку положить. У вас там будут канал денежный грузиться, тот, который есть у меня, например. Но любая вещь, которую вы берете у человека, обладает той или иной энергией. Поэтому я за то, чтобы мы не количеством брали, а качеством, да, и выбирали те каналы, которые нам подходят. Поэтому везде есть энергия, и смотрите, реально реагируйте на то, какой энергией вы пользуетесь. Ну, потому что все состоит из материи, а материя, так или иначе, в своей основе имеет ту или иную душу. Да, это очень важно. Так же, как с едой, понимаете, помидор, который вырос на солнышке, помидор, который вырос на навозе, ну, как бы разная энергия отличается. Юль, как вы питаетесь? Есть что-нибудь, от чего вы отказались? Слушайте, после написания марафона тела к лету у меня очень сильно поменялось питание, после того, как я изучила тему магии, у меня еще сильнее поменялось питание, да. Про питание могу так сказать, что я четко понимаю, что любой продукт, который я потребляю, обладает той или иной энергией. Ну, например, мясо коровы, которая стояла в стойле, где ее кололи антибиотиками, а потом в ужасных условиях убивали, обладает энергией страха, ненависти. И тогда я просто не могу есть мясо, потому что, когда я его поглощаю, я эту энергию чувствую, да. Там помидор, который рос непонятно где, тоже обладает энергией малого солнца. Поэтому глобально я, ну, я практически не ем, давайте, я вообще не ем мясо, очень редко, прям категорически редко раз в полгода могу поесть рыбу, и то, если она реально только-только выловлена. Вот я на Алтай, когда летаю, я там бывает молоко ем, творог ем. Почему? Потому что там коровы пасутся в лугах. Вот. Я больше, конечно, ем траву. Почему, да, потому что уровень осознанности у растений, он в разы меньше, чем у животных. И когда там осознанное животное умирает, или когда его убивают, ему действительно не очень приятно. И вот эти неприятные энергии, они в нас падают. Вот я вам прям рекомендую, попробовать там какое-то время мясо не поесть, и прям почувствовать, что вам реально легче, у вас депрессии стало меньше. И вот всех депрессивных, ну, как бы, поголодайте вообще пару днёчков, или один раз в неделю, поголодайте, вы почувствуете, сколько у вас энергии. Кто у меня раз в неделю голодает со мной, чат по голодовке у нас есть, вы просто, после дня голодания вы реально чувствуете, ну, другое состояние. Как же пирожки с белкой? Вот пишут, у нас там была история на Алтай, когда меня белкой накормили. А как узнать, есть ли магическое воздействие? Мастермайн по маге вам в помощь, у вас есть магическое воздействие, только если вы в это магическое воздействие верите. Никакого магического воздействия не существует, если вы двигаетесь дальше и качаете свою энергию. Я люблю здесь приводить такую метафору про эти магические воздействия. То есть, например, представляете, вы идёте, подходите к подъезду, там бабки сидят и говорят, раздавливаетесь с этими бабками, то на вас они оказали магическое воздействие. Для вас стало важно, что про вас сказали. Там точно вы застрянете. Если вы прошли мимо в своей ценности и двигаетесь дальше, сели в лифт и поехали выше, то никакого магического воздействия не будет. Ну, это так, если в двух словах. У меня есть марафон Лилит. Мы там работаем глубоко с магическими воздействиями и убираем их. Я прям выгрузила вам это в марафоне Лилит. В третьем дне марафона Лилит я вам дала какие-то рычаги убрать магические воздействия. Есть подкаст, как можно тоже с магическими воздействиями поработать. Но глобально, вот так, в двух словах, магическое воздействие живет в вашей голове. Да, и если вы хотите быть вкусненькой, да, почему на какого-то другого не сделали магическое воздействие, а на вас сделали. Да, если вы хотите быть вкусненькой, ну, понятно, найдутся люди, которые на вас сделают магические воздействия. Поэтому, ну, соответственно, магическое воздействие есть, если вы в него верите, магическое воздействие, Нет, если вы в него не верите. Вот девочки пишут, следить, проходить всем женщинам. Да. Сейчас ретроградный Меркурий, по-моему, до 20-го числа он, да. Но я не астролог. Вот астрологи, наверное, кто есть астрологи? До 20-го, по-моему, ретроградный Меркурий, ответьте. Очень нравится другой мужчина. У него своя семья, у меня своя. Пожалуйста, подкасты про любовные треугольники. В начале эфира я тоже об этом говорила. Можете эфир пересмотреть. Почему возникают любовные треугольники? Сегодня я об этом уже говорила. Можете переслушать, либо пойти подкасты, послушать про любовные треугольники. Как же у тебя все просто? Все заморочки растворяются? Да вообще. Посоветуйте медитацию на проработке кармы с другом. Лучшая медитация – это расстановка уходарцевая. Приходи, поработаем. Приходи, поработаем. 4-го числа в Москве будут расстановки. На заказчиков там уже мест нет, приходите на заместителей. Но 4-го февраля, потом будет 4-го марта, а потом будет 11-го апреля. Если хотите заказчиков, лучше запишитесь заранее, потому что на феврале уже мест на заказчиков нет. На март там осталось парочка мест. На апрель еще есть места. Поэтому лучше заранее, пожалуйста, запишитесь на заказчиков. На заместителей места у нас бесконечно. Всех вас ждем. Расстановки сейчас проходят в Хаяте, Петровский парк. Хочу в Турцию. Я в Украине. Ну, ты с Украины можешь дойти до Турции? Турция же вообще свободная страна, поэтому... Доступная страна, поэтому жду. Главное, дома не оставляю. Это накопленная энергетика. Не нужно так. Как избавиться от широкой спины? Никак не избавиться. У тебя прекрасная, красивая, самая лучшая спина. Чего от нее избавляться? Залюбить ее. Мне 37 лет, беременность наступает. Воспитываю сына и сестры. Где копать? В роду или в карме есть программы, где дети умирают или женщины умирали во время беременности и родов. Надо посмотреть. Так, вот у нас девочки пришли. Астрологи пишут, ретроградный Меркурий по 19 января немножко осталось. Девочки-астрологи, скажите, что уже после 19 января всем полегчает. И вообще, насколько я знаю, это Сатурн, который долго был. Вот прошлый год у нас нам должно полегчать. Я очень верю, что нам к феврю вообще всем полегчает. Потому что глобально всем полегчает. Можно одевать чужие вещи. Но если бы мне Владимир Владимирович дал свою вещь, я бы надела. Ну, грубо говоря, да, метафорично говорю. Я за то, что каждая вещь обладает энергетикой. И чьи это вещи, да, если, ну, я не знаю, кто там. Ну, я за то, чтобы вы видели и чувствовали энергетику. И мы не всегда можем выдерживать. У меня, знаете, было несколько раз в команде история. Неоднократно. Я время от времени перебираю свой гардероб. И бывает, что у меня кто-то из команды забирает какие-то красивые вещи. И вот всегда, всегда, если кто-то забирает мои вещи, они из команды уходят. Не всегда можно выдержать эту энергетику, понимаете? Не всегда с ней справляются. Вот. Поэтому, ну, понимаете, да, о чём я говорю? Поэтому, вот, я сейчас тоже у меня девочка новая убирается в квартире. Такая классная. Я когда ей вещи отдаю, у меня аж немножко не по себе. Думаю, господи, господи. Лещечка пришла. Юля, обожаю, очень жду личной работы. Да, ты же у меня ещё в Стамбул едешь, да. Кесарева три раза. Почему? Пожалуйста, подскажите. Кстати, вот Кесарева — это тема непроработки первой чакры. Я за то, чтобы детей рожали без Кесарева. Почему? Потому что, когда ребёнок рождается, он так темечком проходит через первую чакру. Первая чакра находится между анусом и влагалищем у женщины. И как раз-таки ребёнок первой головкой пробивает эту первую чакру. То есть он умеет бороться за жизнь. Если вы родились через Кесарево сечение, то у вас есть проблемы с чакрой Мула, Адхара. И с ней обязательно надо работать. Что делать со старыми вещами? Постирать в соли лучше, снять энергетику свою и кому-нибудь отдать. Ну, можно ещё продать на Авито. Это тоже хорошая тема, когда вы говорите, мне деньги нужны. Постоянно кусаю губы язык. Это про что? Самоуничтожение программы. Всё время себя гноблю. Прекратите себя гнобить. Как завершить суд за имущество с бывшим мужем? Ну, я не знаю. Залюбить бывшего мужа сильно. Знаете, у меня тоже была история, когда я разводилась. Мы там немного спорили, сильно спорили за квартиру. И мне один мой хороший друг, еврей, кстати, из Америки, говорит, мы сидели, я как раз была в Америке, он мне говорит, Юль, ты понимаешь, сколько ты туда уже ввалила энергии? Ты бы эту энергию уже 10 раз окупила, если бы ты не херачила её в эти разборки с бывшим мужем. Ты можешь ему просто эту квартиру подарить? И в какой-то момент я поняла, что я больше реально… Это сказал мне очень богатый человек, очень богатый человек. Ну, я говорю, что из Америки. И я реально, благодаря ему, я реально смогла это сделать. Я реально её подарила. Ну, и через два месяца мне бывший муж вернул за неё деньги. Потому что вы часто ругаетесь с бывшими мужьями, потому что что-то хотите доказать свою значимость и прочее. Вы просто осознаете, сколько вы до энергии своей сливаете. Вы когда просто возьмёте эту энергию и скажете… Goodbye, мой мальчик, goodbye, мой миленький. Столько энергии у вас освободится, что вы её направите в другое русло, вам придёт в 10 раз больше. Ну, то есть моя позиция такая, понимаете? Вот мне пишут, где энергию черпать? Я вот просто стараюсь её меньше сливать. Это как вот… Я люблю эту метафору с ванной. Вот, видите, вы ванну наполняете, вот вы придёте все на чакровый марафон. Мы с вами ванну наполним водой, а у вас где-то дырка. Вы в этого бывшего мужа сливаете, в эту бабушку, которая уже умерла 100 лет назад, в эту кошку, которая повесилась, понимаете? Я наполняю вам ванну или вы сами наполняете свою ванну, вот эта дырка открыта и бесполезна, и бесполезна. Поэтому дырки сначала в ванной закройте. А что такое дырки? Это вот эти вот друзья, которые энергию забирают. Это всякая еда, это, блин, непонятная. Это, понимаете, какие-то, блин, деструктивные программы. Понимаете, Юля, ежедневная головная боль замучилась. Подскажите, для чего это? У меня очень сильно болела голова, мигрени, даже до рвота, пока я не начала заниматься экстрасенсорной работой. Поэтому, может быть, просто пора уже принять, что ты ведьма, и сразу голову пройдёт. Я, знаете, тоже мне сегодня Макар жалуется на головную боль, а дети же это отражение нас. И для меня вот, когда Макар начинает жаловаться на головную боль, это для меня, блин, надо ещё больше открывать канал, надо ещё больше открывать канал, ещё больше открывать канал. Поэтому вот так. Ребёнок какать в штаны, на что смотреть? Господи, ММ9984, что у вас какая-то херня? Мне кажется, вы сидите и, знаете, в Яндексе забиваете самые дебильные вопросы, и мне их всегда шлёте. Ну, серьёзно, извини, конечно. А если ребёнок как эти штаны, на что смотреть? На твою нереализацию. То есть ребёнок как будто за тебя делает реализацию, да, потому что работа кишечника – это реализация. Юля, смотрела ли сериал «Тринадцатая клиническая»? Нет, я не смотрела ещё, я не успела. Я не успеваю, сейчас столько классных фильмов выходит, я не успеваю это всё делать. А чего слик денег на протяжении жизни? Особенно, когда достигаю больших сумм. Что проработать? Раскулачивание в роду. Страшно быть богатой. Пройдите марафон «Тринадцатая клиническая» как богатство. Он у нас стоит три копейки. Ну, не три копейки, сколько стоит? Кристина, ты тут сколько стоит марафон «Тринадцатая клиническая» как богатство? Там вот эти базовые программы, основной марафон, который должен быть пройден. Я его реально… Давайте мы сделаем вообще так. Кто сегодня оплачивает и покупает чакровую перезагрузку, марафон «Три шага к богатству» в подарок получает. Короче, первый день марафона «Чакровая перезагрузка» всем, кто поделится этим эфиром у себя в сторис, моим вот этим эфиром. Как поделиться? Я сейчас закончу, выложу его в ленту, вы им делитесь и получаете первый день марафона «Чакровая перезагрузка» в подарок. Кто сегодня приобретает марафон «Чакровая перезагрузка» получает марафон «Три шага к богатству» в подарок. Вот так давайте сделаем. Все это надо сделать завтра до 16 часов, потому что в 16 первый эфир, туда уже мы вас не пустим. Как себя перестать винить во всем? Осознать, что в момент, когда ты что-то делала, у тебя не было другого варианта. Просто принять, что ты по-другому не могла и позволить миру быть несовершенным и себе быть несовершенным. Я сейчас нос почешу и не буду себя винить, потому что я несовершенна. Ну то есть мы себя виним, потому что мы хотим достигнуть какого-то совершенства, и мы себя постоянно за это дрючим. А программа вины – это программа самоуничтожения. То есть по сути, когда у вас есть чувство вины, вы себя убить хотите, а потом вы говорите, что у меня болячка, что у меня будет печень, ничего, я превратилась тут в этот дом престарелых, понимаете? Уберите чувство вины и все. Ну-ка, я сейчас посмотрю, сколько я уже с вами тренджу. Люди, 82 минуты, как быстро время идет вообще. Расскажите про ваше обучение, какие есть для новичков, с чего начать? С чего начать? С чакрового марафона можно начать завтра. Можно 4-го числа прийти в Москву на расстановке, на заместителя посмотреть. Можно 20-го поехать в Подмосковье. Прям что откликнется? Прям можно на сайт пойти и прям что откликнется? Можно зайти в телеграм-канал. Я в телеграм-канале много пишу. С ошибками, правда. Не буду себя за это винить. Я пишу, как могу. Юля, посмотри фильм «Инсомния». Я смотрела «Инсомния», да. После просмотра «Инсомния» я очень захотела сделать марафон, ой, сделать свой фильм. «Инсомния» я смотрела. Шикарный фильм про расстановки, да. Мне не нравится в «Инсомнии», только что главный герой депрессивный. Я хочу сделать что-то наподобие «Инсомнии», только главная героиня, чтобы была расстановщик, психолог-расстановщик Юлия Хатарцева была жизнерадостной. Вот «Инсомни» психотерапевт, он очень уж депрессивный, господи. Юля, у меня рубит в глаза, голова кружится на нервной почве. Психолог сказала «Похожа на панические атаки». Как уходить от этого симптома? Заземляться. Первая, вторая, третья чакра обязательно. Паническая атака – это слишком отлетевшая херота. Поэтому заземляться. Всё, любимые. Я вас всех люблю. Обожаю. Завтра жду. Завтра жду. В 16.00 на первом дне чакровой перезагрузки. Поправляюсь в области живота. Как говорил мой прекрасный учитель в расстановках Берт Хеллингер, в животе мы носим нашу маму. В животе мы носим нашу маму. У кого живот, пожалуйста, прорабатывай маму. Марафон «Тело к лету» вам в подарок. Ой, в подарок. Марафон «Тело к лету» вам в помощь. Сегодня подарков хватит. Всех люблю, благодарю, обнимаю. Всего вам хорошего. Ваша Юлия Ходорцева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова